В Екатеринбурге на Уралмаше под аркой в длинном зигзагообразном доме на Кузнецова 2 была обнаружена куча банковских карт Сбербанка. Судя по всему, карточки были утилизированы, часть из них была смята, а часть порублена на полоски. Вот это и называется «рубить бабло». Безнальное. Наблюдательная и находчивая горожанка Ольга эту кучу пластиката сфоткала и пробила тревогу через СМИ. Типа даже на разрезанных картах можно прочитать персональные данные их владельцев. Не повредит ли это им? По этому поводу в пресс-службе Уральского банка Сбербанка успокоили. Типа никакой опасности для клиентов нет. Потому что это были недействительные или заблокированные карточки, потому-то их и почикали в офисе Сбербанка. То есть воспользоваться этими покоцанными кусками пластика невозможно. Ни через банкомат, ни через интерсеть. А то, что кто-то заморочился, нашел в куче отходов элементы одной карточки, сложил их в пазл и стало возможно прочитать данные владельца, то это ничего, это ерунда. Это не персональные данные, ибо ФИО на них выбиты не в полном объеме. В банке пояснили. Оказалось, это работница клининговой компании. Прибиралась в офисе Сбера на Кузнецова 2. Собрала в мешок утилизированные карты и понесла их на помойку. И вот ведь какая неуклюжая. Не заметила, как под аркой. Зацепилась мешком за железяку. Часть карточек выпала из мешка. Вот и все дела. Как говорил, классик. Много шума и ничего. Много шума и ничего.